Человек орального склада, он не может быть сам с собой. Они не имеют потребности в эмоциональном контакте с другим человеком. И он живет с полным ощущением, что весь мир вращается вокруг моего хочу. Наше государство специально и создавало оральных людей. Такая любовь, просто смертельная любовь. И каждый свой день сделай маленький шаг к тому, чтобы немножко по-другому к себе отнестись. Это третья лекция «Откуда берутся взрослые», которую психоаналитик Алена Орехова выпускает вместе с Битрикс24. Сегодня Алена расскажет, кто такие оральные люди, почему им так тяжело выстраивать отношения с окружающими и как общаться с тем, для кого весь мир – это средство исполнения его желаний. Обо всем этом в третьей лекции «Откуда берутся взрослые». На первых двух лекциях мы с вами начали изучать теорию объектных отношений. И прошли первую стадию по теории объектных отношений с рождения до трех месяцев, которая называется аутистическая. Прошли вторую стадию симбиотическую и начали большую стадию сепарации и индивидуации. В ней прошли две подстадии – дифференциации и подстадию практики. И закончилось это все на 14-18 месяцах. И по теории Зигмунда Фрейда все эти стадии и подстадии относятся в его теории к одной большой фазе, которая называется «Оральная». И сегодня мы будем говорить о том, как выглядят дети, либо взрослые люди, которые психологически остались на оральной стадии развития. Потому что мы думаем, что мы общаемся со взрослым человеком, которому, допустим, 20 лет, 40 лет, но на самом деле не всегда физический возраст соответствует психологическому возрасту, эмоциональному возрасту. И важно понимать, если я вижу перед собой 30-летнего человека, но по уровню психологического он находится на одном годике или полутора годах, то очень сложно ожидать какого-то поведения взрослого. И часто очень злимся, потому что мы-то ожидаем взрослого поведения, а человек не может вести себя тем или иным образом, исходя из того, в каком психологическом возрасте он находится. Как же происходит застревание на том или ином возрасте? Зигмунд Фрейд назвал это фиксацией. Фиксацией на том или ином периоде развития. Он говорил о том, что существует всего три базовые потребности, которые должны быть удовлетворены родителями в том или ином периоде развития. И если эти базовые потребности не удовлетворяются, то происходит фиксация на том или ином психологическом возрасте. И мы с вами рассматриваем первый период, оральный, и базовая потребность орального периода – это потребность в зависимости. То есть что такое зависимость? Когда есть кто-то большой и сильный, кто удовлетворяет все мои потребности, и что самое главное – а я за это ничего не должен. Вот это вот самая главная базовая потребность орального периода. Есть кто-то, кто все делает, а я за это ничего не должен. И вот взрослые люди, оставшиеся психологически на этой стадии развития, они живут, ощущают жизнь и ведут себя соответственно этой установке. И детки, которые старше полутора лет, но психологически остались на этом возрасте, то есть они тоже ведут себя соответствующим образом. И эту потребность можно доудовлетворить, если этого не произошло в первые полтора года. То есть как только вы поняли, что ваш ребёнок, которому больше полутора лет, но он застрял на этой стадии, вы можете начинать это делать. Либо есть такой уникальный возраст подростковый, когда происходит регресс психологически именно на эту стадию развития. И тогда в подростковом возрасте можно подкорректировать. Если коррекция не произошла и в подростковом возрасте, тогда уже формируется характер. То есть если до подросткового возраста мы говорим о фиксации на этом психологическом возрасте, то если ребёнок уже вышел из подросткового возраста, то мы тогда уже говорим о характере. И мы сегодня будем говорить о том, как же выглядит оральный характер. То, как удовлетворяется эта базовая потребность первых полутора лет жизни, мы с вами говорили на первых двух лекциях. То есть то, что должна делать мама, удовлетворять потребность в момент возникновения, чтобы у ребёнка сформировалось вот это базовое доверие к миру, чтобы распределились гармонично сексуальный и агрессивный инстинкт. И если этого не происходит, то будем сегодня учиться общаться с людьми с оральным характером. И первая особенность людей с оральным характером, что люди с оральным характером способны строить только... В психологии это называется анаклитические отношения. Что такое анаклитические отношения? Это отношения, в которых есть необходимость только тогда, когда у меня есть потребность. Ну, то есть вот ребёнку, когда все его потребности удовлетворены, то есть он накормлен, он сухой, он в тепле, у него есть какие-то погремушки, у него потребности непосредственно в эмоциональном контакте нет. Вот так же и взрослые люди, которые остались на оральной стадии развития, они не имеют потребности в эмоциональном контакте с другим человеком. Им самим в голову не придёт позвонить вам, узнать, как вы себя чувствуете, делиться с вами какими-то своими эмоциональными переживаниями. То есть есть потребность, да, я хочу, чтобы все пришли и меня там веселили, удовлетворяли мои финансовые потребности, ну, то есть любые другие, да. Но интереса во внутреннем мире другого человека у меня нет никакого. И тогда очень часто там люди обижаются, да, там на своих друзей или на родственников, там, ну, вот ты мне звонишь только, когда тебе что-то надо. Да. Оральный человек будет вам звонить только тогда, когда ему что-то надо. Да, когда ему скучно, его надо развеселить, когда, да, то есть ему холодно, его надо согреть, ему голодно, его надо накормить, да. И, к огромному сожалению, и, да, многие семейные отношения строятся по этому принципу, да. То есть, ну, мне муж нужен, потому что, да, то есть он обеспечивает мою безопасность, он мне деньги приносит, он решает все мои проблемы, да. Что там у него внутри, да, то есть там, в чём он сам нуждается, мне совершенно неинтересно, потому что младенцу совершенно по барабану вообще, что происходит с мамой. Какие у неё переживания, какие у неё потребности, да, чего она хочет. Младенец не может об этом думать. Он думает только об одном. Все мои потребности должны быть удовлетворены. Всё. И поэтому ожидать от людей орального характера, да, то есть то, что они будут в вас заинтересованы, в вас самих по себе, да, то есть самим по себе, не исходя из того, что им от вас надо, да, то есть, ну, ожидать нет никакого смысла, и обижаться на это нет никакого смысла, потому что, ну, вот человек такой, это данность. Мы сегодня будем с вами говорить, да, о том, что, ну, вот есть данность, и смысл там расстраиваться, ругаться, что-то требовать, что-то ожидать, ну, это совершенно бессмысленно, потому что по своей структуре психи человек просто не может этого сделать. Следующий момент – это то, что человек с оральным характером получает удовольствие и снимает тревогу с помощью, да, то есть оральной зоны. То есть вот до полутора лет – это самое главное, да, то есть, ну, точка, с помощью которой ребёнок, когда ему тревожно снимает тревогу, и когда он хочет получить удовольствие, получает удовольствие, да, то есть как это выглядит в жизни, да, у орального человека, каким способом раздражается оральная зона. Курение, да, понятно, еда, алкоголь, да, то есть грызение ногтей, да, то есть семечки совершенно правильно. Есть так называемое оральное говорение. Ребёнок же гулит, да, он же вот в это гуление никакого смысла не закладывает, да, он просто раздражает, да, вот оральную зону. Так же и взрослый человек орального характера, он всё время гулит. Смысла в этом разговоре нет никакого вообще. Притом разговоры происходят часами, но вычленить какое-то, ну, рациональное зерно из этого разговора совершенно невозможно. То есть это вот, а, а ты, а он, а куда пошли, а чего. И вот это вот бесконечное, 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 да, почему вот подростки, когда они регрессируют на оральную стадию развития, да, то есть, ну, они же всё время висят на телефоне, да, то есть это способ снимать тревогу. Вот оральному человеку, когда ему тревожно, его всё время надо говорить. Оральный человек не может погрузиться внутрь себя и поразбираться, а что же там, а что со мной происходит, а почему мне тревожно. Ему главное присесть кому-то на уши и вот бесконечно изливать, да, то есть вот душу, что с ним происходит. Притом вы слово вставить не можете. И даже если вы вставляете, вы перебиваетесь, да, и он всё равно будет о своём, а спросить там о вас что-то, ну, ему даже в голову такое не приходит. Потому что, ну, ему главное сбросить свою трюку. И даже считается, что склонность к иностранным языкам это тоже такое вот оральное качество, да, то есть вот эта способность через язык слиться, да, то есть, ну, с другой культурой. То есть, в принципе, ну, это же хорошее, да, то есть, в общем-то, проявление, да, то есть очень легко изучаются языки. То есть все зависимости, да, ну, известные нам, то есть алкоголизм, курение, наркомания, шопоголизм, трудоголизм. Это точно такая же зависимость. Они все произрастают из вот этой вот первой стадии развития. То есть это всегда очень ранние нарушения, нарушения первого года жизни. И поэтому очень трудно, да, то есть человеку справляться, ну, потому что он попадает тогда, да, то есть если его лишить этого способа снимать тревогу, вот, ну, в непереносимое совершенно вот это вот эффективное, это тревожное состояние, да, и все время будет требоваться какая-то разрядка. И можно побороть одну зависимость, но она всегда заменится другой зависимостью. Очень большое количество людей, допустим, которые кодируются от алкоголизма, да, то есть, ну, они становятся трудоголиками, да, то есть это неважно, куда переключиться. Конечно, ее можно перевести, ну, в такое более, да, то есть социально приемлемое, да, русло, но это все равно зависимость от того, что человек не может оставаться наедине с собой, да, то есть, ну, это либо через, да, определенные вещества уход в какую-то другую реальность, в иллюзию, либо, да, то есть с помощью вот этого, да, то есть трудоголизма, вот это вот ощущение собственной нужности, значимости. Главное не оставаться наедине с самим собой. Человек орального склада, он не может быть сам собой, но это как младенец, да, он же понимает, что ему без мамы просто-напросто не выжить, ну, это неминуемая гибель, да, ребенок грудного возраста, он не может сам себя, да, то есть накормить, одеть, сводить, погулять, ну, вот, так же человек орального склада, он с собой не знает, чем заняться, и тогда вот это вот начинается постоянная беготня, да, то есть куда-то, к кому-то, либо вот в эти самые зависимости. Поэтому это вот очень важно понимать и, ну, тоже не предъявлять никаких претензий, ничего не ожидать от людей, если вы понимаете, что уровень, да, их развития таков. Следующий момент – это то, что люди орального склада, они, у них эмоциональное восприятие информации, да, то есть мы же говорили о том, что ребенок понимает, что говорит мама через интонацию, и мы говорили о том, что как важно, когда мама очень ярко окрашивает свою речь, да, дает яркий эмоциональный окрас тому, что она говорит, и тогда ребенку понятно. Вот если человек орального плана, то ему тоже очень важно доносить информацию, очень ярко ее окрашивая. И при этом ему вообще все равно те слова, которые произносятся. Ну, это как вот вы поете же колыбельную песенку о ребенку, да, ну, странно представить, если бы вы там пятилетнему ребенку пели песню о том, что, ну, ты сейчас заснешь, придет волк, укусит тебя за бок, да, а младенцу вы поете, баю, баюшки, баю, не ложись на краю, да, и ребенок совершенно спокойно засыпает, потому что вот эта вот мамина размеренная, да, то есть спокойная интонация, она его усыпляет, а смысла слов он не понимает при этом. И поэтому, в принципе, на вот этот вот мотив баю-башки, баю, вы можете разговаривать с подругой по телефону, да, то есть там с мужем, который в соседней комнате разговаривает. Ну, вот ребенку вот абсолютно без разницы, да, то есть ему главное, что вот эта вот интонация, и спокойно, и он совершенно спокойно засыпает. И вот это вот очень важно для орального человека, потому что если вы с ним будете разговаривать спокойно, там, милый, ну, ты знаешь, вот, ну, ты вот, когда делаешь так, это причиняет мне боль, да, вот и я не могу с собой общаться. Ну, считают, что его гладят по головке, говорят, какой он хороший, и он вообще никак на это не реагирует, да, то есть, ну, информацию надо донести, ну, так, чтобы человек точно понял, о чем вы хотите ему сказать. И вот очень важно не забывать об этой особенности, да, и очень ярко окрашивать эмоционально свою речь. Следующий момент – это то, что у людей орального склада, у них существует только узнавательная память. Ну, то есть вот ребенок, он, когда что-то увидел, он пока еще, у него нет образной памяти, он не может воспроизвести образ, да, то есть вот если вы подносите к ребенку, лежащему там в кроватке, да, то есть там плюшевого медвежонка, и говорите, ой, какой мишка, и ребенок улыбается, да, этому мишке, но когда вы мишку убираете и произносите слово «мишка», у ребенка никакой реакции не будет, потому что он слово не понимает. Очень трудно, особенно детям, если они застряли на оральной стадии развития, когда они приходят в школу, им очень трудно воспроизводить информацию. Вы можете с ним целый вечер заниматься, и он точно владеет этой информацией, но когда его вызывают в доске, он не может вспомнить, то есть нет функции вот этого вот воспроизведения. Он может узнать. И поэтому, если вы понимаете, что ваш ребенок, который идет в школу, где-то подзастрял, то ваша задача, как родителя, договариваться с учителем. Идти к учителю и говорить, вы знаете, я вас очень прошу, да, то есть вот у моего ребенка есть определенные особенности, вы ему, пожалуйста, напоминайте, потому что узнать он может, вот когда учительница скажет, ну что ты, Васенька, да, ну что ты, не помнишь, мы с тобой, вот, да, то есть на прошлом уроке, вот смотри, я рисовала такую картинку, и вот мы говорили об этом, и он выдаст поток информации, потому что если этого не сделать, ну, ребенка будут считать, ну, дурачком, что он не понимает, а он понимает и знает. Ему надо просто помочь воспроизвести, то есть вспомнить. И как бы не ругали в наше время переход, да, то есть наших учебных заведений на там ЕГЭ, да, то есть на тестирование, когда дети, заканчивающие школу, находятся в подростковом возрасте, они находятся в глубочайшем регрессии именно на оральную стадию развития, и у них есть только узнавательная память, то тест – это единственный способ оценить реальные знания ребенка, потому что если он учил, он в ответах предлагаемых узнает правильный, а воспроизвести, да, вот как раньше были устные, да, то есть предметы, он этого не может. И об этой особенности тоже очень важно помнить, что ничего плохого нет абсолютно, да, то есть в тестировании. И когда столько нападок, вот это пришло там из Америки, потому что там все дети тупые, да, то есть вот они только тесты. Дело в том, что получается, что наше образование, да, то в том виде, в котором оно было, это вот запоминание и заучивание огромного количества информации, которая не имеет в жизни потом вообще никакого практического применения, да, и получается, что человек прекрасно учился, да, то есть там золотую медалью закончил, там университет закончил, а вот этой вот какой-то такой, ну, вот смекалки, да, и способности в сложных ситуациях ориентироваться, её нет. И поэтому, да, то есть, ну, тесты это совершенно нормально, и совершенно нормально они оценивают реальные знания ученика. И узнавательная память, она в принципе же, ну, у нас у всех присутствует, на узнавательной памяти построены все, ну, следственные, да, какие-то вот действия, да, когда там вы являетесь свидетелями какого-то происшествия, да, и вас просят описать, да, то есть, ну, вам же показывают, да, то есть там, если портрет составляется, там разные глаза, разные уши, да, либо вам просто ставят людей, да, и вы узнаёте, потому что она первая, она базовая память узнавательная, она есть у нас у всех, поэтому, да, этой памятью обычно пользуется. Следующий момент. Оральные люди совершенно не могут находиться без объекта. И мы уже говорили о том, да, что, ну, поднимается такая вот базовая тревога от невозможности выжить самому. И понятно, что, да, то есть, ну, взрослый человек, он разумом понимает, да, что он взрослый, что он может, да, то есть себя обеспечивать, да, то есть создать все условия для своей жизнедеятельности. Но она поднимается, вот эта вот базовая такая архаичная тревога, граничащая, ну, вот со страхом смерти. Потому что младенец, когда рядом нет взрослого, отвечающего за его безопасность, да, у него дикий страх погибнуть. И поэтому оральному человеку очень важно, чтобы все время кто-то был. Даже если пусть не живой человек, но хотя бы радио или телевизор, да, то есть вот эта вот иллюзия присутствия кого-то. Потому что тогда, когда потребности ребенка, младенца были удовлетворены, и мама там могла уйти на кухню, и на кухне производились какие-то звуки, гремели там кастрюли, шли какие-то разговоры взрослых людей. Ребенок понимал, что кто-то есть. Вот оральному человеку все время вот этот вот фоновый шум нужен, чтобы он чувствовал, что он не один. Ну, либо присутствие объекта. Поэтому колоссальная привязанность и зависимость от другого человека, с которой очень трудно справиться. и постоянная ревность. Но на самом деле, да, то есть это не ревность, потому что там я ревную, что там мой партнер будет с кем-то. Нет. Это тревога, потому что я в этот момент один. И тогда ты не можешь пойти с друзьями на рыбалку, потому что что же я буду делать, да, то есть дома одна. И если даже я остаюсь одна, то есть находятся вот эти вот способы оральные снятия тревоги, да, то есть, ну, вроде бы мечтала, что, боже мой, хоть бы одни выходные провести вот одной, без никого, спокойно, там, детей к бабушке отправила, муж на рыбалку уехал, вроде бы осталась дома одна, и тут вот поднимается эта тревога. А в тревоге делать что-то, да, то есть, ну, какое-то там полезное, что-то изучать, да, то есть, ну, какой-то деятельностью заниматься совершенно невозможно. И тогда начинается в холодильник, от холодильника, да, то есть телевизор включила, радио послушала, подруге позвонила. И вроде столько всего запланировала, но день прошёл, ничего не сделала, а делать-то было и невозможно, потому что была вот эта вот колоссальная тревога. И поэтому вот оральному человеку ему всё время надо находиться в каком-то контакте. Оральному ребёнку не прийти домой, зная из школы, зная, что там никого нет. И вот он будет ходить вокруг школы, по друзьям, по дворам, просто потому что в пустую квартиру не прийти. На логическом уровне труднообъяснимо, да, ну что там, пришёл, иди там делай уроки, чем-то занимайся, да, чего ты болтаешься. Ну, а не может ему, да, ему надо болтаться. И я вот вспоминаю себя, будучи уже достаточно взрослым человеком, даже уже поступив в институт психоанализа, да, то есть когда я туда приезжала на сессии, и вот я ходила по магазинам до самого закрытия. Всегда оказывается, что что-то надо, что-то срочно надо, да, то есть ты же на логическом уровне должен себе как-то объяснить, что ты не просто так болтаешься, а какие-то организуются всё время, какие-то проблемы, что обязательно что-то надо купить, куда-то надо сходить, что-то надо... И я вот дожидалась, а я жила в Санкт-Петербурге, а у меня папа в то время преподавал в академии, да, и я у него в квартире жила. Но он очень поздно приходил из академии. Вот уже когда он дома, да, я совершенно спокойно приходила домой, и тогда всё нормально. А в пустую квартиру не прийти. И я уже вот на наших душевных посиделках, да, рассказывала о том, как вот у меня муж ходил в море, и вот это вот ощущение, что всё, ты умер. Вот человека рядом нет, и ты умер. И ты лежишь, смотришь в потолок, и не можешь даже выйти из квартиры, нет сил. Вот так вот накрывает вот эта вот дикая тревога. То есть ощущение, что человек ушёл в море, а всё, ты его похоронил, и у тебя оторвали руки, ноги, и ты вот совершеннейший инвалид, лежишь в постели, и ничего не можешь сделать. Вот так вот выглядит вот эта вот оральная тревога, когда ты без объекта, ну, просто считаешь, что ты сам себе безопасность свою не можешь никак обеспечить. Ну, это понятно на психологическом уровне, да, но этому же ищется какое-то логическое объяснение, да, то есть как вот взрослому человеку объяснить, что он без другого человека лежит и умирает. Я так сильно его люблю. Такая любовь, просто смертельная любовь. Просто, это же вот надо, как я тебя люблю, я жить без тебя не могу. Да, а всего лишь навсего, да, то есть, ну, решается своя вот эта вот базовая потребность, чтобы был кто-то, кто позаботится о моей безопасности. И, конечно же, строить отношения с оральным человеком очень тяжело, потому что этот человек, ну, он как пьявка просто в тебя вот впивается, и ты без него не можешь, ну, просто шага ступить, да, то есть ты всё время контролируешь, где твой партнёр находится, да, потому что, ну, вот это вот даже осознание того, что, ну, ты знаешь, где он, что он из этого, да, то есть в зоне досягаемости, это, ну, приносит какое-то успокоение. И, конечно же, такие отношения очень тяжёлые. Очень тяжёлые, потому что, ну, в них дышать совершенно невозможно. Но ты считаешь, что это такая любовь, это такая любовь, и тебе партнёр будет тоже объяснять, да, почему он тебя с подружками не отпускает в кафе, ну, потому что он тебя так сильно любит. Ты что, не понимаешь, да, то есть как сильно я тебя люблю. И, ну, вот в таких отношениях просто можно задохнуться, потому что тебя просто придушивают всё время. Я могу сейчас, да, то есть об этом спокойно говорить, потому что я сама всё это прошла, такой же и была. Ну, тоже очень трудно, да, то есть без психологической работы с этим делать что-то очень трудно. Я говорила о том, что, когда идёт регресс, подростковый возраст, в подростковом возрасте можно допрожить этот период, да, и скорректировать, то если уже этого не произошло в подростковом возрасте, и сформировался оральный характер, то здесь уже только через, ну, психотерапевтическую работу. Опять-таки, ну, если человек сам это осознаёт, и он хочет это менять, иначе это изменить невозможно. То есть человека в психотерапии надо дорастить. То есть, ну, по сути дела, да, то есть, ну, психотерапевты становятся этим объектом, да, который начинает выращивать, и, конечно же, складываются совершенно зависимые изначально отношения, да, а потом задача терапевта всё-таки, да, то есть отделить, как в подростковом возрасте. И это очень часто бывает очень болезненным, разделение, да, потому что ты это воспринимаешь как предательство вообще полнейшее. Меня бросили, я рассчитывал на этого человека, и он становится для тебя самым ужасным психотерапевтом в мире. Но это нормально совершенно, и надо аплодировать, да, что, слава богу, человек переходит в следующей стадии, и пусть лучше он злится и ненавидит, зато идёт прогресс, да, чем, да, то есть там всю жизнь прицепиться к одному психотерапевту, да, то есть и за ним всё время следовать, да, то есть боясь отлепиться и идти уже в какую-то свою взрослую жизнь. У орального человека отношение ко всем остальным людям в зависимости от того, насколько эти люди удовлетворяют мои потребности. То есть вот, как я вам уже говорила, любви как таковой, как интерес к другому человеку, да, то есть не существо. И я оцениваю человека в зависимости от того, как он удовлетворяет мои потребности. То есть он удовлетворяет мои потребности, это хороший человек, я его люблю, да. Стоит только заикнуться другому человеку, что у него есть какие-то свои потребности. Просто этот человек становится какой-то невыносимым, совершенно жутким, мерзким вообще совершенно. И как вообще он посмел, и как у него вообще что-то... Если я, я есть я, и моя потребность не удовлетворена, а он ещё, видите ли, что-то хочет. И поэтому, да, я оцениваю других людей, да, вот от того, насколько этот человек полезный для меня. И что он делает для меня. Как бы люблю его, да, но... Ну, к любви это не имеет никакого отношения, да. То есть мы с вами, да, и в подростковом возрасте, когда будем проходить, будем говорить о том, чем же отличается любовь, да, то есть от влюблённости. Ну, по сути дела, да, то есть любая влюблённость, это колоссальная, колоссальная потребность, да, вот в этом вот слиянии и в этой зависимости. Да, конечно, это очень острые, очень яркие, очень, да, то есть и романтичные, и страстные отношения, но это не про любовь, к огромному сожалению, да. И это здорово, когда такие отношения появляются, просто важно каждый раз осознавать, да, это влюблённость, да, она пройдёт, и это нормально, и тогда мы начнём строить уже нормальные взрослые взаимоотношения. А если происходит застревание, да, то есть вот в этой вот влюблённости, в этом слиянии, в этой невозможности жить без другого человека, всё равно рано или поздно такие отношения рушатся. Потому что почему они возможны, да, то есть потому что, ну, мама, растя ребёнка, да, понимает, да, он от меня всецело зависит, да, я там жертвую своим временем, своими интересами, но я знаю, что он вырастет. А в отношениях с оральным человеком, да, приходит рано или поздно понимание, что, ну, он не... Это навсегда. Это навсегда. То есть вот этот младенец, он висит у тебя на шее навсегда. И, конечно же, ну, это очень тяжело вынести. Ну, хочется какой-то, да, то есть в своей жизни, своих интересов, своих потребностей. И поэтому вот задача всех нас, да, то есть стремиться к зрелым, взрослым отношениям. И когда, да, то есть вы это понимаете, да, то есть, ну, вы уже делаете для себя выбор, да, то есть, ну, насколько я готов находиться в таких отношениях. Потому что, конечно же, с одной стороны, другому человеку, ну, он же просто так тоже не находится в таких отношениях, иногда очень важно чувствовать себя бесконечно нужным, ценным, значимым. Но если кто-то без меня умирает, жить не может, да, это же вот, ну, какой же я замечательный вообще, я прекрасный, необыкновенный, что без меня совершенно невозможно жить. И тогда можно действительно, ну, очень надолго задержаться в этих отношениях, потому что всё равно каждый удовлетворяет свою потребность. В общем, в отношениях каждый удовлетворяет свою потребность. Ну, надо быть честным, да, то есть друг с другом, да, что вот это вот, там, любовь, да, необыкновенная, да. То есть всё равно, если я в отношениях, в которых мне тяжело, в которых меня придушивают, да, но я в них, значит, я какую-то свою потребность тоже за счёт этих отношений удовлетворяю, да, и мы тогда на равных. Один удовлетворяет свою потребность в зависимости, я удовлетворяю свою потребность в значимости, величии, да, то есть ценности, всегда равноценный обмен. Любые отношения держатся на балансе. Не может быть, ну, вот отношений без баланса. Вот этот вот баланс давать, брать – это основа любых отношений. Следующий момент – это то, что у орального человека особое ожидание от людей. И, как я вам уже говорила, да, то есть, ну, в младенчестве это норма, когда мама не досыпает, не доедает, да, то есть с подругами не встречается, посвящает всю свою жизнь ребёнку первого года жизни, да, но потом это проходит, да, и мама должна показать ребёнку, что у неё тоже есть свои потребности. Но для взрослого человека орального склада, да, то есть это не происходит, и он живёт с полным ощущением, что, ну, весь мир вращается вокруг моего «хочу». Что мне все должны. И что самое главное, помните, о чём я говорила в начале, а я за это ничего не должен, это мне весь мир должен. И вот с этим вот посылом, да, то есть ожидания от людей таковы, что, ну, а как это ты не можешь, а как это тебе некогда, да, а как это ты хочешь вот это вот, что-то своё, и это не совпадает с моими желаниями. То есть непонимание, жуткая обида, ты меня не любишь. То есть, ну, если ты 24 часа в сутки не удовлетворяешь мои потребности, ну, ты меня не любишь. Да, и вот начинаются вот эти вот семейные скандалы, прояснения отношений, а ты, а я, а почему, да, то есть и способности услышать другого человека, её нет вообще. И никакие доводы, да, то есть о том, что у меня есть тоже какие-то свои интересы, свои потребности, они не слышатся, вообще не слышатся. Ну, и разговор, ну, бессмысленен совершенно, потому что это только будет усугубляться, усугубляться, углубляться и нарастать злость, раздражение, да, то есть, ну, либо вы принимаете это, что, ну, это так, это так, по-другому не будет, и находитесь для себя объяснение, почему вы рядом до сих пор. Ну, потому что пострадать у нас у всех тоже есть очень большая потребность. Очень большая потребность, да, то есть это же такая некая иллюзия, что мы все хотим счастья, там, любви, спокойствия. Да, конечно, мы книжек начитались, фильмы насмотрелись, это все очень красиво, мы все этого очень хотим на сознательном уровне. Но для психики самое главное – знакомое. Вот психика, она очень инертна, и она не терпит никаких резких изменений. И если я вот на этом первом году жизни не пережил вот это вот состояние абсолютного слияния, абсолютной зависимости, если у меня не сформировалось это абсолютное доверие к миру, да, а я не получал то, в чем я нуждался, и мне было очень больно от этого, то как бы я не хотел во взрослой жизни счастливых, гармоничных отношений, я выберу партнера, который мне будет причинять боль. Ну вот, к сожалению, огромная психика работает так. У меня нет в опыте, да, у меня нет такой вот нейронной связи, как это быть абсолютно принятым, абсолютно, безусловно, любимым, абсолютно поддержанным. У меня внутри этого опыта нет. И тогда получается, что, когда извне во взрослой жизни ко мне этот опыт приходит, мне дается шанс этот опыт прожить, мне страшно, потому что я там никогда не был, а психике очень страшно оказаться там, где она никогда не была. И тогда я-то мечтаю о принце, да, на белом коне, который придет и все бросит к моим ногам. И у меня в голове все время живет эта идея, что так и должно быть в моей жизни. Но выберу я себе отвергающего, игнорирующего, не заботящегося, не удовлетворяющего моей потребности, не слышащего меня. И мне будет очень больно, но мне будет спокойно, потому что я знаю, как в этом жить. Я умею в этом жить. И поэтому выбираю я себе только такие отношения. И, конечно же, самое сложное, допустим, если вы где-то работаете и у вас оральный начальник, да, потому что у него тоже, ну, ему не приходит в голову знать, можно ли вам задерживаться после работы, если у вас какие-то планы на выходные. То есть это директива спускается. Так, значит, завтра, ну, что ж, то воскресенье, мы все работаем. Или решения выносятся, то есть ни с кем, не советуясь и не узнавая, у кого есть такие возможности. И очень часто так в семьях происходит. Притом люди орального склада, они же, ну, они добрые очень. И все, что они делают, они делают из любви к вам, как бы, из благих побуждений, да. То есть, ну, у вас могут, там, в пять часов утра, вот, пример не дали, это разумеется, за грибами. Да, за грибами. Мы едем за грибами. Ну, и что, что вы хотите поспать в выходной день? Или там дети уже там с друзьями назначили какую-то встречу. Глава семьи сказал, в пять утра едем за грибами. И потом такая обида, когда кто-то говорит, да я не собирался вообще за грибами и не хочу. Да я о вас забочусь. Я с утра до ночи думаю только о вашем благополучии. Что вам надо воздухом подышать, да. Чтобы потом зимой вы вот суп грибной ели. Я же все только для вас. Вот правда, у орального человека есть полное ощущение, он в этом уверен на сто процентов. Что он живет вообще для всех, а все такие сволочи не ценят этого и в ноги не падают и не благодарят его за то, как он обо всех заботится. То есть он все за всех продумал. Кому куда идти, кому во сколько вставать, кому как провести выходные. Он же старался. Это вот вы ни о чем не думаете. А он просто сидел, ломал голову. Как же всем доставить удовольствие и радость? Ну только единственное, что он забыл, вас спросить, вам эта радость нужна или нет. Но он очень хороший. Очень хороший. Ну правда, не очень хороший. Я тоже такой хорошей очень была. А сейчас такая злая, противная, вредная. Поэтому у вас всегда должно быть объяснение. Да, то есть, ну, ради чего? Ради чего вы это делаете? Не из позиции, да, вот, ну, терпения и жертвы. Потому что это же тоже в нашем обществе очень, да, популярно. Впасть в позицию жертвы. Я такая страдалица, он такой, сволочь. А я вот такая страдалица, все терплю, потому что ж люблю. И все же вот, да, то есть ради него. Нет, жертвить не надо, а надо себе найти четкое объяснение. Могу вот, ну, закрывать на это глаза, да, то есть пытаясь каждый раз разговаривать, объяснять, терпеть истерики, обвинения, да, ну, потому что там мне ценно вот это, вот это, вот это. Ну, это вот то, что для вас ценно, вы обязательно должны вычленить, чтобы у вас не было ощущения жертвы, да. Ну, какая-то все равно цена у всего есть, да. И вы понимаете, да, ну, я на это готова, потому что вот это, вот это, вот это, да, то есть я в другом месте не получу, а для меня это важно. Ну, то есть это такая постоянная, максимальная искренность с самим собой. Ну, доступ к своим чувствам, к своим желаниям, к переживаниям, что тоже для орального человека очень трудно, допустим, да, то есть иметь доступ к своим чувствам и желаниям. То есть, да, мы же говорили, как вот это, вот именно на первом году жизни, вот эта мотивационная система наша, ид формируется, наша хочу, оно же тоже должно сформироваться. А очень часто оральный человек, он не знает, что он хочет. И даже если он знает, что он хочет, ему очень важно, чтобы другие догадались. Потому что самый кайф большой для орального человека, что тот, от кого я завишу, догадался, о том, в чём я нуждаюсь. И удовлетворил это. Потому что для него рассказать об этом другому человеку, это значит лишиться, ну, вот этой вот иллюзии, да, что есть кто-то, который всё время догадывается о моих желаниях. Потому что именно это даёт же ребёнку ощущение безопасности. Ребёнок же до года, он же не может маме объяснить, что с ним происходит. Да, и это задача мамы, находясь вот в этом, да, то есть в симбиозе с ним, догадаться каждый раз, что вот это плохо, немножечко другое плохо, сейчас вот он на это хочет, а вот это плохо ещё отличается, и вот это он сейчас хочет. И мама всё время догадывается, что с ребёнком и удовлетворяет его потребность. Ну, в этом и есть смысл, да, вот этой вот первой фазы, да, что мама догадывается и удовлетворяет. И за счёт этого у меня и формируется вот это базовое доверие к миру и способность жить в дискомфорте, потому что я знаю, что всё время за дискомфортом придёт комфорт. За дискомфортом опять придёт комфорт. Да, но во взрослой-то жизни уже ни один взрослый не должен догадываться о желаниях и потребностях другого взрослого. А у этого орального взрослого иногда даже не хватает способности осознать своё желание, сформулировать эту потребность и другому открыто сказать, слушай, вот мне надо вот это, вот это, вот это от тебя. Да, вот мне сейчас плохо и тревожно, просто подойди, обними меня. Просто подойди, обними. Но не может оральный человек это сделать, потому что тогда рухнет. Понимаете, вот эта вот идея, что есть кто-то, кто догадается и удовлетворит. Тогда как я могу попросить? Как я могу попросить? Я же тогда лишусь самой глобальной ценности в своей жизни, что есть кто-то, кто всё время догадывается и делает то, что я хочу. Это очень важно. Уметь говорить о том, что ты хочешь. Но у нас же все хотят романтики. А как же тогда романтика? Да, а потом сколько обид и разочарований. Ну я же, когда мы проходили мимо этого ювелирного магазина, вот делала такое лицо по направлению этих серёжек. И что ты не мог догадаться, что вот я именно их хочу. И зачем ты мне купила это колечко, когда я вот... Я думала, ты меня хорошо знаешь и любишь. А ты меня совсем не знаешь и не любишь. Спокойно перед днём рождения сказала, что хочешь. Никаких разочарований нет. И вот мало того, что очень трудно говорить о своих желаниях, а ранний человек, даже если он знает, что хочет, ему всё равно нужна всё время эмоциональная поддержка, подтверждение. Он как бы всё время не доверяет себе, своим ощущениям, своим желаниям. И тогда идёшь в магазин покупать платье, но надо собрать всех подружек, чтобы все посмотрели со стороны и сказали. Вроде ты сам видишь, всё нормально или плохо. Но обязательно надо, чтобы кто-то подтвердил. Пусть хоть продавец, у которого вкуса нет никакого, но всё равно её мнение почему-то зачастую становится важнее, чем своё собственное, когда ты точно знаешь, то есть что тебе идёт и что тебе необходимо. Следующий момент важный. Это то, что у орального человека время меряется в системе ИД. И мы с вами на первой лекции говорили о том, что ребёнок не может осознавать время астрономическое по часам. У него измерение времени меряется через комфорт и дискомфорт. И в комфорте время мимолетно, а в дискомфорте время течёт очень-очень медленно. И вот об этом очень важно помнить. Понимая, что ваш ребёнок застрял на оральной стадии развития, потому что для ребёнка сказать «выключи телевизор», и он говорит «сейчас», или «хватит играть в компьютерную игру», и он говорит «сейчас». И вы почему-то с этим соглашаетесь. Что такое «сейчас»? То есть для ребёнка это совершенно непонятно. Или когда ребёнок в чём-то очень сильно нуждается, а вы ему говорите «сейчас», а он в этот момент в дискомфорте, ему плохо. И ему кажется, что вы три часа с этой подружкой по телефону разговариваете и не обращаете на него внимания, и он устраивает вам истерику. Потому что в дискомфорте для него время тянется очень-очень медленно. И поэтому с людьми орального характера надо очень-очень чётко оговаривать временные границы. Потому что я тоже всегда рассказываю эту историю на лекциях. То есть вот у меня совершенно оральная подруга, и когда с ней о чём-то договариваешься, то есть она говорит «да, я сейчас приеду». И ты сидишь 10 минут, 20, 30, час. Звонишь. Что ты мне дёргаешь? Я сказала «сейчас приеду». Я уже рядом. И для неё сейчас, то есть в то время, когда она ехала, проезжала, ей что-то понравилось в витрине магазина, она зашла, померила, покрутилась, повертелась, потом ещё с кем-то поболтала по телефону, у неё ощущение, что прошло 3 минуты, потому что она была в удовольствии. И она этого времени не чувствовала. Зато когда уже там она подъезжала, я спускалась через 3 минуты, а не стояла уже, значит, у подъезда. Сколько тебя можно ждать? То есть когда человек в дискомфорте, у него время тянется очень медленно. И очень трудно ждать. Оральные люди вообще не могут ждать. Или им тогда надо очень-очень чётко обозначать. И тогда единственный способ общения, то есть проговаривание, что значит сейчас? Посмотри, пожалуйста, на часы. То есть вот я когда уже начала учиться в институте психоанализа, я владела этой техникой, говорю, окей, ты сейчас приедешь, здорово, я очень рада тебя видеть, посмотри, пожалуйста, сейчас на часы. Вот смотри, сейчас в 13.00. Если в 13.15 тебя не будет, я ухожу по своим делам, то есть ты, пожалуйста, не обижайся, потому что у меня есть свои дела. Ну, всё ясно и понятно. То есть вернуть к астрономическому времени человека. И поэтому, когда ваш ребёнок сидит в компьютерных играх, и ему классно, и он сказал сейчас, то есть а вы через час говорите, слушай, ты сказал сейчас, а у него сейчас, у него прошла одна минута. А вы вредная и противная мама, которая даже одну минуточку не даёт поиграть ребёнку в компьютерную игру. И он в этом абсолютно уверен. Поэтому только будильник, да, то есть перед глазами, ставите таймер, всё, окей, сколько тебе надо времени, да, сколько ты ещё хочешь поиграть, 10 минут, 15, всё, таймер заводится, прозвонил, извини, да, мы договорились. То есть это вопрос договорённости, да. Но чтобы иметь договорённости с оральным человеком, да, надо очень чётко обозначать время, будильник, я тебя очень люблю, но больше не могу себе позволить. Мы с тобой так договорились. Всё, 15 минут прошли. Оральный человек очень тяжело выстраивает так называемые триадные отношения. То есть оральный человек может строить отношения только диадные, вдвоём. Потому что когда появляется третий, для орального человека это всегда угроза моим отношениям вот в этой вот симбиотической паре. Есть объект, который для меня очень важен и дорог, который обеспечивает, да, мою безопасность. И если этот объект начинает общаться с кем-то ещё, я начинаю очень сильно злиться. Это всегда очень видно на детях, да. То есть, ну вот очень часто говорят, там, оставили ребёнка, там, бабушки, да, мама за ним приходит, да, и он по потолку начинает бегать. Бабушка говорит, ну вот со мной такой идеальный ребёнок, да, то есть спокойно игрался. Вот ты пришла, да, то есть... А он не может строить просто отношения втроём. Он начинает злиться. И это не говорит о том, что там он не может в семье с другими членами семьи строить отношения. В один момент времени, в один момент времени у меня могут быть отношения либо только с папой, либо только с мамой, либо только с бабушкой. А когда все вместе, я начинаю сходить с ума. И дети очень часто становятся совершенно неуправляемые, да, когда собираются все родственники. Хотя с каждым по отдельности он совершенно спокойно, да, то есть строит совершенно, да, то есть, ну, нормальные отношения и ведёт себя там, ну, в рамках, как вы считаете, да, какой-то нормы. Очень часто, да, то есть и семейные пары бывают, там, пока они вдвоём дома, всё хорошо. Стоит пойти в гости, обязательно в гостях разругаются. Да, то есть стоит куда-то вот в люди попасть, обязательно какой-то конфликт. Потому что нет способности, ну, как бы, делить этот объект, да, да, с кем-то ещё и тоже находиться с другими объектами в этот момент в хороших отношениях. Все тогда воспринимаются как покушающиеся, да, то есть на мою собственность. Следующий очень важный момент – это то, как люди орального плана выстраивают сексуальные отношения. То есть как выглядит так называемая оральная сексуальность. – это не про оральный секс, это именно, да, то есть психологическая особенность построения отношений оральными людьми. Тело младенца, да, оно совершенно не предназначено для того, чтобы в него что-то внедрялось или оно куда-то внедрялось, да. И мы говорили с вами, как важно на первом году жизни обретение границ тела, да. И границы тела, мы говорили, обретаются через тактильность. Да, то есть мама всё время ребёнка держит на руках, да, ему спокойно, он у неё на руках засыпает, и первый год ребёнок, ну, практически висит всё время на маме. И для него вот эта вот тактильность, она является гарантом безопасности. И вот для орального человека в сексуальных отношениях очень важна тактильность. Вот бесконечно обниматься, целоваться, да, просто за ручку держаться. И вот когда происходит процесс, да, то есть влюблённости, да, то есть и вот мы гуляем, вместе держимся за ручку. И да, конечно, возникает возбуждение, сильное сексуальное желание. Но когда всё происходит, да, ну, хочется вскочить и куда-то убежать, потому что вроде оно случилось, но это не удовлетворяет мою базовую потребность, а базовая потребность вот в этой вот зависимости, да, и в безопасности. И поэтому об этом очень важно помнить, чтобы отношения не рушились, да, потому что, ну, для орального человека, да, то есть там секс в подъезде, в машине, на люстре, да, то есть, ну, это то... Не, он, конечно, мог там какой-то порнографии насмотреться и думать, да, то есть что, ну, надо продемонстрировать партнёру свои способности, да, но это глубинного удовлетворения не приносит. А когда нет глубинного удовлетворения, ну, раз, два, три, там, ну, я поизображала, что там для меня это важно, но нет того, в чём я нуждаюсь, а в чём я нуждаюсь, да, то есть, ну, расслабиться, уткнуться под мышку, да, то есть и полежать, обняв вот что-то там большое, сильное, да, то есть защищающее меня. И если этого нет, отношения рушатся. И это то, о чём тоже очень важно говорить в партнёрских отношениях. Ну, потому что партнёрские отношения – это, ну, максимально близкие, доверительные, искренние отношения, и когда два человека любят друг друга, они совершенно спокойно, открыто могут говорить, ну, друг другу о желаниях и потребностях, да, то есть если я сознаю, в чём моя потребность, да, я совершенно спокойно могу об этом говорить другому человеку, потому что, ну, это ни хорошо, ни плохо, в сексе нет, там, правильно, неправильно, да, то есть если там для моего человека, которого я люблю, это важно просто, да, то есть пообниматься, поваляться, да, то есть то, чтобы там тебя погладили, да, то есть об этом совершенно… Ну, это важно знать о себе это, и важно говорить об этом другому человеку. Потому что если вот не знать этой особенности, да, а, допустим, вот когда подростки, у которых уже бурлят гормоны, и пора вступать в сексуальные отношения, да, потому что, ну, невозможно уже сдерживать, но при этом идёт регресс на эту оральную стадию развития, и самое-то важное – просто лежать вместе, обнявшись, да, то есть в постели часами, а у подростков нет такой возможности, да, ну, потому что когда с подростки сексом могут заняться, да, то есть пока родители на работе, быстро-быстро, и потом ещё замести все следы, чтобы, да, то есть никто ничего не заподозрил. И тогда срывается вот этот вот главный уровень, да, через который потребность-то вот эта удовлетворяется, именно длительного тактильного совместного времяпровождения. И тогда я здесь попробовал, да, я сбросил возбуждение сексуальное, да, я разрядился, но глубинное удовлетворённое, потому что она совсем в другом, не произошло. Но подросток же не знает, да, теории Зигмата Фрейда. Он тогда считает, что, ну, партнёрша не та попалась, да, и тогда начинается вот этот вот подростковый, постоянный перебор партнёров, потому что базовая потребность не удовлетворяется, и я ищу удовлетворение этой потребности. Да, я разряжаюсь, но нет этого удовлетворения, и тогда это превращается в какой-то бесконечный поиск. И, в принципе, у взрослых людей тоже это происходит. И поэтому очень важно, уже если, да, в подростковом возрасте начались сексуальные отношения, да, то есть у подростков должна быть возможность быть вместе, да, то есть, ну, относиться к этому спокойно. Ну, уже лучше пусть, да, то есть, ну, дома, чем где-то по подворотням, да, неизвестно в каких условиях. Следующая особенность орального периода – это так называемая ригидность. Да, негибкость, да, застревание в каких-то определённых рамках. И вот откуда это, да, произрастает. То есть, смотрите, ребёнок родился, мама за ним ухаживает, и мама создаёт ребёнку структуру. Ребёнок сам не может создать себе структуру. А структура является таким универсальным способом снятия тревоги, потому что в структуре мне спокойно. Мама решает, когда меня кормить, мама решает, когда со мной гулять, мама решает, когда мне поменять подгузники. И мне в этой структуре, созданной не мной, спокойно. И вот взрослый оральный человек, он не способен сам создавать структуру. А без структуры ему становится дико страшно. Просто дико страшно. И он всё время ищет какую-то неим созданную структуру, чтобы в ней успокоиться. И вот в нашем государстве, да, то есть до перестройки, всё было прекрасно. Почему? Потому что, ну, начнём с того, что наше государство специально и создавало оральных людей, да, чем разлучая детей с мамами очень рано. Да, то есть в три месяца должна была выходить мама на работу, да, и детей отдавали в ясли, потом в садики, да. Но государство же создавало структуру, в которой таким вот, да, то есть людям будет спокойно. То есть ясли со своими порядками, сад со своими порядками, октябрянский отряд, пионерская дружина, комсомольская организация, партия. И человек всю жизнь проходил через эти структуры, в которых ему было всё ясно и понятно. И был кто-то большой и сильный, как мы говорили, самое главное для орального человека, да, в виде, да, государства, либо там секретаря партийной организации, да, кто решает все мои проблемы, и я за это ничего не должен. Всё ясно, понятно и прекрасно. Да, я не знаю, чего я хочу, да, но зато партия подумала о том, что я хочу, да, то есть раз в год мне путёвку в санаторий, я довольна и счастлива, и вообще всё прекрасно. И вот во время перестройки эти структуры рушатся, и огромное количество оральных людей выпадают из этих структур в дичайшем тревожном состоянии. И тогда невозможно жить в этом состоянии тревоги, да, структуры одни рухнули, и начинают создаваться другие структуры, да, то есть что появляется во время перестройки в огромное количество, чего до этого у нас в стране не было. Секты, финансовые пирамиды, да, астрология, фэн-шуй, ну, и по сей день, да, то есть там дизайн человека. Такое огромное количество вот в этих структур, с помощью которых человеку всё ясно и понятно. И это не я виноват, это я родился под таким созвездием, и поэтому вот такое говно в моей жизни делать я с этим, ничего не буду, потому что звёзды всё равно вот они так встали, и уже по-другому. Я же своё рождение не могу уже переиграть. Понимание, оно действительно очень многое даёт, да. Ну, ты понимаешь, что это, ну, не с тобой что-то не так, не какой-то ты не дефективный, да. Ну, так случилось, да. Но самое-то главное в этом всём, да, не сваливать это всё, да, то есть на родителей, а принять, что они действовали из лучших побуждений. Не могли по-другому, никто их не научил, не рассказал, делали всё любя. Да, вот так вот произошло. И сейчас у меня, как у взрослого человека, несущего полную ответственность за свою жизнь, есть выбор. И тогда, исходя из этого выбора, да, то есть я начинаю делать в своей жизни то, что хочу я, как хочу я, и нести полную ответственность, да, за то, что я хочу. Можно просто принять решение. Осознанное решение. Да, у нас у всех есть свобода воли, да, то есть и мы сами вольны выбирать, какую сейчас сами мы хотим иметь для себя жизнь. Конечно, гораздо проще искать где-то в прошлом, да, что это кто-то что-то там не доделал. Ну, всё, оно прошло. Ну, это изменить уже невозможно. Оно закончилось. И когда, знаете, так интересно, когда, ну, вот, говоришь человеку, слушай, ну, смотри, ты сейчас можешь по-другому с собой, да, вот ты сейчас можешь отнестись к себе с любовью, с принятием, так я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать, потому что, значит, вот эти поганцы, они, значит, вот всё испортили, да, и меня этому не научили. И тогда, а чем ты тогда от них отличаешься? Вот просто задумайся, чем ты от них отличаешься? Ты думаешь, они это делали специально, чтобы тебе навредить? Они это делали тоже, потому что они не умели. И потому что их так научили. И что значит, ты не можешь? Ну, тогда признай, что они тоже не могли. Они тоже не могли. И ты сейчас не можешь. Но только у них тогда не было знаний, где почерпнуть, да, то есть эту информацию, как по-другому. А у тебя есть сейчас эти знания. У тебя есть сейчас, огромный выбор разных школ, направлений, да, то есть разных техник. Пожалуйста, пробуй. Чем тратить всё своё время и энергию на то, чтобы обвинить, что они не смогли, признай, что они не могли, и ты не можешь, но ты можешь научиться в отличие от них. И каждый свой день, да, то есть сделай маленький шаг к тому, чтобы немножко по-другому к себе отнестись. Понимая, что, ну, ты единственный хозяин своей жизни. Единственный. И ты единственный человек, рядом с которым ты будешь до последнего вздоха. Ну, так сделай так, чтобы этот путь было пройти радостно, в любви и в принятии. Даже когда у тебя что-то не получается, скажи, да, у меня сейчас не получается. Я в следующий раз попробую. Ещё раз. Может быть, получится по-другому. Поэтому, пока есть необходимость, ну, опирайтесь на любые доступные вам, да, структуры. Да, они дают спокойствие, они дают объяснение, они помогают. Да, вот эти опоры, они нужны. Но, к огромному сожалению, у нас сейчас всё развитие мира на сегодняшний день учится, учит обходиться без этих структур. потому что на сегодняшний день нам показывают, как легко разрушить любые структуры, которые вы себе создали. И как легко рушатся внешние структуры в виде государства, начальника, близких, которые тоже могут впасть в панику, в тревогу и не давать вам этой опоры. И единственная структура, которая спасёт вас во все времена, она внутри. Только внутри. Да, временно. Ну, никто не может заставить человека, сломавшего ногу, да, то есть, ну, сразу ходить. Да, ему дают костыль. Да, и он опирается на этот костыль. Да, эти все структуры, эти все теории, эти все учения, но это прекрасные костыли. Но рано или поздно, да, костыли приходится выбрасывать и идти самому. Пробуйте маленькими шажочками, да, делать этот шаг без опоры, без костыля. Поддерживая себя, не ругая себя, не ожидая, что всё получится с первого дня, да, то есть, ну, распрекрасно. Но даже если вы сделали в один сантиметр шаг, это всё равно шаг, и его сделали вы. И похвалите, и поддержите себя за то, что вы этот шаг сделали. Не ожидая, что опять какая-то внешняя подпорка, да, то есть, ну, поможет вам. И вот оральному человеку ему очень классно вот в этих созданных структурах, ему очень легко работает в структурах, где всё ясно и понятно, да, то есть это там военные, правоохранительные органы, да, то есть, ну, даже там крупные организации, в которых, ну, есть чёткая иерархия и чёткое понимание, да, то есть что, как, зачем, почему делается, да, где у него есть, ну, чётко очерченные обязанности, да, функциональные. Потом ещё особенность орального человека в том, вот эта вот его безграничность, да, она иногда может перерастать, ну, вернее, маскироваться психологическими защитами в противоположные качества, но вот эта вот безграничность, когда там, ну, я совершенно спокойно там одеваю чужую одежду, чищу зубы чужой зубной щёткой, мне вообще по барабану, я пришёл в гости, да, то есть я могу брать вообще, ну, всё, что мне вздумается. Ну, это такие родственники, которые сказали, приедут на неделю, остаются на два месяца, да, когда вас никто не спрашивает, можно к тебе прийти или нельзя к тебе прийти, да, то есть когда, ну, мы же говорили о том, что младенец живёт в ощущении, я, да, то есть это весь мир, и тогда какая разница, где, да, то есть предметы этого мира, это всё моё, и какая разница, твоё это или моё, я тут у тебя поживу, потом у другой подруги поживу, потом из шкафа достану чужие вещи, одену, ну, он правда не видит разницы между своим и чужим, либо вот от этого безграничия психика формирует защиту, брезгливость, и тогда я ни за что вообще не дотронусь там до ваших вещей, и вообще из вашей тарелки есть не буду, и вот это вот всё перемывается, убирается, да, то есть это психологическая защита, да, то есть суть одна и та же, безграничность, и вот это вот безграничие, да, когда, ну, человек не спрашивает, можно ли что-то сделать с тобой, там, или с твоей вещью, и я вспоминаю, у меня была парикмахер, и я как-то к ней пришла, и она в таком ужасе, она училась во Франции, привезла туда ножницы, которые несколько тысяч евро стоили, там, какие-то профессиональные, и к ней пришёл её постоянный клиент, значит, она его стрижёт, и потом, значит, ей кто-то позвонил, она несколько минут отошла, значит, поговорить по телефону, приходит он такой довольный, говорит, слушай, я тут смотрю, у тебя какой-то винтик болтается, какие-то ножницы не закручены, я тебе подремонтировал, и он, значит, закрутил этот винт, а там и нужно было, чтобы, да, то есть вот это вот свободное лезвие ходили, да, и более того, он его закрутил, что он сорвал, значит, это всё, ну, то есть человеку оральному даже не придёт, ну, в голову спросить, да, то есть можно это сделать, нельзя это сделать, это же всё кругом моё, там, ну, оральная мама, имеющая ключ от вашей квартиры, придёт и сделает перестановку в вашей квартире, да, и вообще у неё даже мысль не возникнет, что вам это может не понравиться, и у вас есть какие-то собственные представления о том, как, что и где должно стоять, да, то есть вот это вот безграничие, это тоже такая характерная черта оральных людей. Это была лекция «Откуда берутся взрослые» психоаналитика Алены Ореховой, которую она выпускает вместе с BITREX24. Подписывайтесь на наш канал, задавайте ваши вопросы в комментариях и до встречи на следующей лекции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова